Друзья, всех приветствую на торговой сессии четверга. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс с большим количеством аналитического контента. Ну что ж, сегодня мы подводим итоги двухдневного заседания американского регулятора и в целом, я думаю, вы все уже прекрасно заметили, в моменте на рынке ликуют продавцы доллара, потому что наконец-таки впервые за долгое время получили то, что хотели в плане фундамента. Американский регулятор по-прежнему далек от решений, которые предполагают ужесточение денежно-кредитной политики. В моменте реализовались все те ожидания, которые были у продавцов из-за плохих макроэкономических данных, из-за рисков, связанных с ковидом, из-за вот этой угрозы потенциального замедления экономического роста. И просто все осознали, что действительно еще не время торопиться с отказом от экономических стимулов, особенно для двигателя мировой экономики, американской экономики, собственно. Так вот, индекс доллара 92.14, мне приятно констатировать тот факт, что снижение индекса американской валюты сейчас совпадает с снижением доходности американских трежерис. Вообще-то такая корреляция должна быть всегда, но некоторое время назад мы видели обратную динамику, что вызывало очень много вопросов. При снижении доходности трежерис, разумеется, доллар также должен быть под давлением. По поводу вчерашнего решения Федрезерва по процентной ставке. Безусловно, никаких изменений, да и даже заранее, когда мы готовили к заседанию ФРС, мы были абсолютно уверены, что ставки меняться не будут. Нас изначально интересовала программа количественного смягчения. По тезисам, которые были опубликованы после выхода процентной ставки, то, что инфляция растет, да, это признает ФРС, но этот рост обусловлен временными факторами, и вы их все прекрасно знаете. Я о них говорил уже много раз. Это отложенный потребительский спрос, снятие карантинных ограничений и проблемы с логистикой. Эффект этих временных факторов должен начать снижаться уже к концу года, поэтому ФРС практически не сомневается, что инфляция уже вот в этом горизонте. Остатка 2021 года будет стабилизироваться постепенно, снижаясь в районе стабилизироваться 2%. То есть, все так же, как было прокомментировано представителями ФРС и лично Джерома Пауна во время его выступления в Конгрессе, получается уже две недели назад. Никаких изменений. Программа количественного смягчения действует 120 миллиардов долларов в месяц на покупки казначейских и ипотечных облигаций, и она останется в силе, пока не будут достигнуты целевые показатели как раз по инфляции и по рынку труда. По инфляции мы разобрались, что на это, на достижение цели стабилизация в районе 2% понадобится больше, чем 6 месяцев или около того. Что касается рынка труда, здесь может быть даже горизонт ожидания реализации вот этих целевых значений может уходить и, скорее всего, такое произойдет в 2022 год. Поэтому сейчас, если оценивать американский рынок труда и сравнивать текущие показатели безработицы с тем, что было в 2019 году до пандемии, занятость меньше, больше, чем на 6 миллионов человек. Поэтому ФРСу еще предстоит проделать очень большую работу. И эта работа сейчас для американского регулятора заключается в принятии правильных решений, которые предполагают своевременную поддержку экономики и своевременный отказ вот этих экономических стимулов. На пресс-конференции Джерома Паула он еще раз подтвердил, что ФРС очень далек от решения по росту процентной ставки. Мы это и так прекрасно знали, что, скорее всего, это произойдет только лишь в 2023 году и то под самый конец. А что касается программы количественного смягчения, Паул воспользовался всем имеющимся у него красноречием. Идеально действительно сгладил углы и, по сути, в каждом своем ответе не спровоцировал какую-то неоднозначную реакцию ни журналистов, ни инвесторов, трейдеров, которые просто наблюдали за этим. По версии Паула, она нам знакома, изменение программы количественного смягчения произойдет только в том случае, если будет достигнут значительный прогресс, опять же, в тех самых вопросах и параметрах американской экономики, которые вы знаете, которые я только что озвучил. Это инфляция и рынок труда. В ближайшее время корректив не будет. ФРС в каком-то формате обсуждает программу количественного смягчения, но это понятное дело, друзья. Но что им еще обсуждать? Это регулятор, который проводит беспрецедентную по объему программу выкуп активов и удерживает ставки низкими. Каждый раз, когда они собираются и на ежемесячной основе, они обсуждают оба этих параметра. Это вижу, понятно. И, соответственно, по его точке зрения, программа количественного смягчения, если и будет какая-то конкретика по условиям и срокам выхода из текущей программы выкупа облигаций, то подробности об этом появятся не раньше, чем через несколько заседаний. Я возвращаю у вас комментарии о том, что ФРС предварительно подготовит нас к тому, что изменения грядут. Я сейчас в качестве дальнейшей дорожной карты предлагаю, друзья, ждать симпозиума в Джексон Холле в конце августа, то есть в конце следующего месяца. Там вопрос программы количественного смягчения может быть поднят. И как раз я ожидаю, что во время своего выступления на симпозиуме в Джексон Холле Пау, возможно, анонсирует первые изменения, сворачивания, шаги по снижению объемов программы количественного смягчения, либо на конец этого года, либо на начало уже 2022. Поэтому сейчас у нас очень хорошие условия для того, чтобы продавать доллар и как минимум придерживаться этой точки зрения, этой позиции в рамках предстоящего месяца, вплоть до банковского форума. Золото растет 1814, как и ранее, я предлагаю ставить на ближайшую цель 1825, для нее совсем чуть-чуть. Снижение доллара, повышенный интерес со стороны спекулятивных трейдеров, институционалов, дефицит металла как такового и снижение доходности еще и американских облигаций. В общем, куча факторов, которые в пользу того, чтобы золото росло. Нефть тоже растет, здесь и данные по запасам, которые, официальная статистика совпала с оценкой американского института нефти. Запасы снижаются, позитивный фактор для нефти. И еще и слабый доллар, который тоже традиционно приводит к укреплению позиций бренда и WTI. Рекомендую смотреть вверх и ждать закрепление бренда выше 75 долларов за баррель. Кстати, сегодня очень много статистики по штатам. В 15.30 будут первичные заявки на пособие в безработице и темпы экономического роста за второй квартал. По первичным заявкам я ожидаю плохой отчет, рост их числа выше 400 тысяч. Что касается ВВП, то, скорее всего, во втором квартале американская экономика достигла своего пика по экономическому восстановлению в районе 8,5-6%. То есть, в первом случае негатив, во втором позитив. И этот фон, скорее всего, сам себя даже нейтрализует, поэтому в сухом остатке у нас останется идея продажи доллара на мягкой риторике Федрезерва. По европейской валюте, как вы понимаете, из-за резкого ослабления доллара и из-за того, что риск вчера воспрял духом, здесь уже в коротких позициях находиться не нужно. В отношении риска сейчас нужно быть предельно оптимистично настроенными, поэтому по доллару канадцу 1,2488 цель 1,24 сохраняется, для нее 88 пунктов. Данные по инфляции, которые вышли вчера по Канаде, показали рост этого отчета на 3,1%. Соответственно, еще один аргумент для Банка Канады принятие в более ранней перспективе решения по ужесточению монетарной политики. Киев, фондовый рынок США, остается индекс S&P, который мы ждем на отметке 4,500, все также актуально. Мягкая экономическая политика – это очень хорошая среда для того, чтобы индексы обновляли новые исторические максимумы. На этом, собственно, все. Хорошей торговой сессии. Всем пока!